друзья всем привет мы сегодня с алексеем если в кадре алексей значит адлер да вы уже все знаете алексея у нас небольшие новости алексей у нас открыл свое агентство недвижимости пока небольшое там не так уж много сотрудников на сегодняшний день но все только начинается и собственно говоря помните я вам говорил что теперь на нашем канале будет много много вторичек мы выделим отдельный плейлист под перепродажи под вторички и вот собственно сегодня у нас будет вот в таком вот доме перепродажа вторичка с ремонтом находимся мы на улице тюльпанов и я сейчас передам слово алексею а точнее его новой сотрудницы да наверно так да юля это дом комфорт бизнес-классы извините пойдемте чтобы что-нибудь показать площадкой детскими площадками рядом находится лесопарковая зона прогулочная зона так 10 минут а здесь по моему какой-то парк да мы проезжали это что запах парк южной культуры там я могу гулять до вечером выходить за 200 рублей почему за 200 рублей но платно самом деле по только по праздникам он там для всех вы вставайте вот с одной стороны чтобы камера не махал многодетный вход бесплатно если вы холостой молодой человек либо просто дома с ребеночком да то в случае вам придется оплатить по тарифу как он какой-то там супер благоустроенный за счет 200 рублей это классе рублей 200 250 но пар классный там лебеди пруды а огромные деревья это парк там собраны южные культуры со всего мира в советское время он был основан и молодожены очень часто любят я думал просто парк там то есть деревья и все думаю за что платить там типа дендрария до вашего адлерского так но я понял идем мы смотрите по территории что сразу мне нравится это конечно ровная местность мы сочи когда приезжаем кайфуем от этого но и больше он как бы покой похож наверно на жилой комплекс в вашем городе в средней полосы россии смотрите да вот она детская площадочка аптека туда прям я как в краснодаре был там примерно вот такие же комплексы жилы сегодня погода у нас такая серенькая немного но представьте когда воздух очень тепленький а кстати про море да мы же все на всех же интересует море далеко как далеко море юля расскажи нам в шаговой доступности в шаговой доступности это такая заезженная фраза хори авторская 10 минут до где-то пешком и так друзья все мы попали в квартиру уже у нас такое очень хорошее настроение хозяйка такая ну очень аура хорошая в квартире сразу говорю и так мы сейчас находимся в коридоре вот у нас справа олеся это хозяйка нашей квартиры на здесь сразу в коридоре хочу обратить внимание вот такой вот шкаф для одежды он в принципе большого довольно таки такого размера мы сейчас все закроем потому что тут все-таки напихано да так и достаточно такая интересная у нас планировка давайте наверно начнем с кухни-гостиной да здесь получается все сделано причем в стиле эклектика это смешение стилей лофт с классикой лофт с классикой вот так выглядит у нас кухня очень мне нравится в общем все серьезно да никаких себе везде где вот лежит плитка керамогранит везде теплый пол брони я хожу мне тепло ногам вот смотрите идет он отсюда а ага здесь давайте сразу покажем это у вас детская а тоже да вот такой вот принципе вид нормальный вы продаете вот эту всю мебель оставляете вообще все как есть класс 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 ну соответственно вот эти все заберете здесь тоже шкаф все готово для жизни я бы сам здесь жил честно говоря так здесь у нас санузел а здесь 1 да здесь то есть туалет тоже все очень стильно ухи прям радует что у меня такая квартира теперь есть на канале так дальше у нас получается ванная комната вау вау вообще такая вот красота здесь как понимаю спрятана стиралка стиральная и полочки но там беспорядок не будем открывать а котел газовый газовый на кухне здесь кстати да сразу поясню очень большой плюс что газовый котел в квартире ну сами понимаете очень хорошая экономия по сравнению с тем как я сейчас живу у себя я 8000 плачу за 50 квадратных метров каждый месяц а вы сколько платите кстати 6 6 800 6 800 но здесь квадрат 125 метров 125 метров и у меня 50 да где-то с небольшим смотрите еще одну комнату и потом я еще вам кое-что расскажу и здесь вот получается небольшая такая вот спальня у хозяев с таким вот окном и здесь панорамное окно обратите внимание классная все открыто видите тепло в квартире вот эту колонку огромную оставляете колонку наверно тут стоит тоже джебель так ну и вот здесь у нас балкончик балкончик с выходом на вот такую придомую территорию довольно таки прям прилично видите пальмы сейчас замотанной на зиму у нас и по городу везде их вот так вот закручивает такая вот красота даже ландшафтный дизайн конечно фасады вот у домов мне не сильно нравится честно говоря ну ладно 100 квартира классно так ну по квартире все мы показали смотрите друзья есть такой нюанс я сейчас попытаюсь объяснить мне долго хозяйка объясняла в общем она в общей сложности 125 квадратов но мы вам сейчас показали ни всю до далеко квартиру в общем хозяйка разделило эту квартиру она вообще была четырехкомнатная разделили на вот это в 3 комнатной которую мы вам сейчас показали и вот здесь вот вот здесь в эту дверь в которую мы сейчас не зашли там отделили однокомнатную еще дополнительно комнату сделали мы сейчас в неё попадем там не очень прибранно но все-таки надо, я думаю, ее показать. Стас, Стас, нет, здесь мы не попадем с этой стороны. Нет, в смысле? Мы только с улицы. У нее отдельный вход, да, это важно. Хозяйка это делала для своей мамы. Как квартира, да, отдельная? Отдельную квартиру, да, где ее. Но мама... Ну, передумала. Передумала и сейчас, в общем, сдают эту квартиру как однокомнатную. Ну, и считаю, очень удобно, в принципе. В августе сутки 3 тысячи. В августе сутки 3 тысячи, даже посуточно сдают. 2 500-3 тысячи, да, мне весь август был занят. Короче, трехкомнатная квартира с готовым бизнесом в придачу, да? В принципе, да, да. Цену, кстати, скажем в самом конце, так что смотрите до конца. А пока мы пойдем тут, да, посмотрим. Да, сейчас я позвоню Галине. Все. Итак, друзья, мы вышли из квартиры, вот она у нас дверь. И идем в квартиру номер 2, которая у нас однокомнатная. Я сам в первый раз вижу такую квартиру, поэтому мне тоже очень интересно. Я думал, в подъезде в одном как бы вход нет. Куда-то нас хозяйка ведет. Вот, кстати, вот так вот выглядит подъезд. Симпатичный, в принципе, чистенько все. Ну вот, смотрите, друзья, мы добрались до отдельного входа. Квартира в однокомнатную. Такого я еще точно не видел. Так, разуваемся. И проходим. Здесь просто живут люди. Так, да, сразу поясним. Здесь живут люди. Нам позволили без них быстренько здесь все снять. Вот за шкафом находится та дверь. За шкафом находится та дверь, чтобы вы понимали. Вагонка, слой звукоизоляции и там два двери. Если квартиру нужно объединить, мы все это сделаем за свой счет. Можно в шкаф прям заходить, как в Нарнию и в ту квартиру. То есть эта вот вагонка вся снимается, снимается слой звукоизоляции. То есть мы все доделаем, если кому-то нужна такая большая квартира. Так, давайте там посмотрим сразу. Здесь, да, 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 шкаф, да. Здесь у нас санузел, душ и вот такая вот небольшая кухонка. Ну да, а сколько вот квадратов получается вот этого? Это 30-32. 30? Да, да, да. Мне кажется, 30-32. Небольшая прям такая. Не, ну реально очень классная. Реально полноценная квартира. Летом вы ее за 3 тысячи, да, сдаете? Потому что море, да, рядом. Если до 5 дней по 3 тысячи, если свыше, то по 2 500. Но август вообще без единого дня простой. Сдавался каждый день. А сейчас? А сейчас я просто соседки сдала. В общем, я сдавал август 2 500, сентябрь 2 тысячи, тоже без единого дня простой. Октябрь полторы, ноябрь полторы. Ну декабрь не очень, но праздники новогодние по 2 с половиной, 10 дней. А сейчас просто своей соседке сдавал за 25 до лета. Ну до 1 мая. Хорошо, я понял. Так, по теплому полу где-то здесь так же? А, в ванной. В ванной теплый пол. Все запитое от газового котла, который находится там. Да, да, да. Здесь так же тепло, батареи, как бы, ну... Ну и, друзья, заключительный момент, который мы оставили напоследок, это цена за квартиру. Предоставляется хозяйке слово. Цена? 17 миллионов. 17 миллионов за 125 квадратных метров. В общем, это все вместе. Юля говорит, что эта цена на самом деле очень дешевая, да? Очень дешевая. В этих домах, в этом комплексе, 160-150 квадратных метров. А, у нас 136, да, где-то получается? И новейший ремонт только в августе закончен. Угу. Так что, друзья, давайте, звоните, звоните, приезжайте, смотрите. Юля вам все покажет, отвезет вас на место. Олеся вас добродушно встретит уже. Все, всем пока. Ставьте лайк, кому понравилась квартира. И пишите комментарии, если у кого-то есть что добавить. Все, всем пока. Юля нам хотела рассказать, как близко здесь находится школа и детский сад, да? И Олеся нам сейчас тоже поможет. Все боятся камеры. Ну, школа, можно вот через мостик пройти, и там разные школы, 49-я, 25-я, еще какая-то, не помню номер. Я тут краем уха услышал, что, Юля, трое детей, да, у тебя в одну из этих школ ходят, получается? Да, в 49-ю сын ходит. 49-я, да? Дочка 25-я закончилась. А здесь, кстати, вот в Калифку выходить, здесь сразу парк Южная культура. Мы уже, ага, сказали. Да, с лебедями и со всякой красотой. Это для младших, кто в школу еще. По поводу детского сада надо тоже. Детских садов много на самом деле. Вот перейти через мостик тоже там. Ага, все через мостик, да? Да, 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 через речку, через мзын. А здесь такой тихий, уютненький уголок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.